So, what is happiness for you? Королевская вешенка Вот так выглядят сами плодовые тела королевской вешенки Здесь можно видеть разные по форме, разные по возрасту и по цвету Грибы, это все является королевской вешенкой одного и того же штамма И вот мы видим, как выглядят плодовые тела Сейчас можно будет сделать уже сбор урожая Но хотелось бы буквально пару слов сказать о том, что мы видим здесь Вот здесь специально взято три блока для того, чтобы наглядно было видно разные результаты, которые будут получаться при выращивании вот этих грибов И разные формы И можно так вот прокомментировать сейчас то, что мы здесь видим Вот на этом этот блок ясно показывает Вот зарождение Плодовое тело На начальном этапе Роста Маленькая шапочка и довольно-таки большая ножка Эти плодовые тела уже более зрелые Значит форма их Из-за того, что само выращивание грибов и образование плодового тела происходит внутри вот этого мешка Для того, чтобы не терять влагу Их своевременно нужно было освободить и дать доступ свежего воздуха Когда есть доступ свежего воздуха, грибы формируются более качественные И более качественные это означает, что они должны выглядеть вот таким вот образом Выращивание вообще королевской вешенки, оно оправдано в отличие от устричной вешенки Из-за того, что она стереотипно для каждого человека Напоминает, вот именно ее форма напоминает обычную форму обычных грибов Она имеет шапочку и имеет обыкновенную ножку Она похожа на грибы, которые мы привыкли собирать в лесу Выглядит довольно-таки красиво Вот так выглядят шапочки вот этих грибов Еще по-другому их называют еринги Этот гриб, чуть видим, что у него форма немножко так видоизмененная И здесь видим такой крайний вариант Когда в емкости в этом целлофановом пакете не хватало свежего воздуха И грибы потянулись вот в такие вот трубочки Внешне, кто видел, как выглядит вешенка обыкновенная Видим, что это похожий гриб Он похож на вешенку обыкновенную Те же самые пластинки Чуть такие вот видоизмененные И сами плодовые тела И здесь еще один такой вариант Тоже, ну довольно-таки красивые грибы Но чуть тоже опоздали со снятием вот этой пленки Для того, чтобы они сформировали более красивые плодовые тела Таких волн при плодоношении королевской вешенки будет множество То есть это первая волна После нее будут еще волны И обычно вторая волна может быть намного больше Намного интенсивнее, чем происходит первая После некоторой паузы и сбора урожая вот этих грибов В дальнейшем они снова образуют плодовые тела И что хотелось бы подытожить Вот это такое небольшое видео Вывод все-таки нужно сказать один Что по своим вкусовым, пищевым и другим качествам Эти грибы, которые вот с такой шляпкой И вот эти грибы, которые вот с такими И даже вот эти грибы, которые вот с такими шапочками Они ничем не отличаются То есть в любом приготовленном виде Будь то отвар, будь то они жареные Сушеные и другое То есть на вкус эти грибы ничем не будут отличаться Вот этих или этих С другой стороны, эстетический фактор Если эти грибы производятся для продажи То все-таки покупатель будет стереотипно ожидать От еринга или от королевской вешенки Приблизительно что-то такое Гриб очень красивый И однозначно Королевская вешенка, например и устричная вешенка Это в конечном результате Это те же вешенки Но вкус у королевской вешенки Намного более интенсивно выражен И вообще я бы сказал Она более так похожа к белым грибам Поэтому другое ее название Белый степной гриб И это, скажем, оправдано Что ее называют белый степной гриб Потому что вкус довольно-таки Сильно напоминает белые грибы Но Вообще я бы хотел сказать следующее Что Сам гриб Вот мое личное мнение Сам гриб, сама королевская вешенка Она Более всего Идентична по вкусу По консистенции И всему остальному Она более всего похожа на грибы Лисички Единственное отличие от лисичек Королевской вешенки В том, что лисички имеют Очень сильно выраженный Хвойный запах И хвойный вкус Хвойный вкус В самом приготовленном продукте Сама королевская вешенка Ну, скажем, жареная Очень сильно напоминает По всем параметрам По консистенции Очень сильно напоминает Лисички Только без единственного компонента У нее нет такого выраженного Хвойного вкуса А сейчас приступим к сбору урожая Ну и в дальнейшем К приготовлению Вот Таких вот Грибочков Ну Скажите действительно Что выглядит это довольно-таки эффектно Повторюсь еще раз Я неоднократно Но выращивать вазоны В домашних условиях Это тоже довольно-таки интересно Но Заниматься вот Таким вот грибоводством В домашних условиях Это довольно-таки интересно Я думаю, что И Ваши знакомые И ваши родственники Если вы получите Вот такой вот результат Они будут просто поражены Такими вашими Деяниями Вот Как сделать вот эти блоки Там Есть У меня видео Которое можно посмотреть Это делается по стерильной технологии Если все сделать правильно То результат Производства таких блоков И результат То, что вы из них получите Можно сказать На 100% Для вас Гарантирован Всего вам самого Наилучшего Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok